Приветствую вас. Я думаю, что для начала, для начала нужно определиться с причиной вашей боли. То, что вам больно, это такое вполне нормальное, вполне естественное состояние. Но у этого вполне нормального и естественного состояния есть свои причины. И, как мне кажется, именно с причинами вашего состояния, в первую очередь, нужно работать вам. Потому что от этого зависит, как будет складываться ваша дальнейшая жизнь, как будет складываться ваши отношения с мужчинами дальше. То есть вас эта ситуация задела. Она задела вас очень сильно, вам очень больно. И я понимаю, что вам больно. Я не оспариваю этот факт, что вам больно. Но я хочу, чтобы вы постарались понять причину боли. Я хочу, чтобы вы постарались понять, почему вам больно. Поисследовать это. Для того, чтобы увидеть для себя, какую проблему, через своего мужчину, бывшего или не бывшего, не важно, вы пытаетесь решить. Почему вам так больно? Почему вас это задевает так и настолько сильно? Вот с этим нужно управлять. Это нужно поисследовать. Смотрите. Вы говорите, что набрали ему, своему мужчине. Вы говорите, что вы набрали. Из-за того, что вам больно. Ну, вам было больно. А я хочу, чтобы вы для себя определили бы этот момент. То есть я хочу, чтобы вы для себя определили бы этот момент. Почему вам так больно? Что из-за боли вы даже обманули по сути человека, которого вы любите. Дальше. Что представляет из себя ваше чувство к нему? Я не говорю, что это чувство какое-то плохое, например. Я не хочу так сказать. Я не хочу сказать, что ваше чувство, то чувство, которое вы испытываете к своему мужчине, оно какое-то плохое. Но я хочу, чтобы мы с вами постарались его исследовать. Это как метод. Оно озвращенно, очевидно, причиняет вам боль. А любовь, если это любовь, боли не причиняет. Это очень важно, что вам для себя понятно. То есть есть разница между любовью, которая ничего плохого не несет человеку. И есть зависимый, который почти всегда несет какой-то негатив, который почти всегда несет болезни нас. Опять же, я вас не обвиняю сейчас. Я не пытаюсь вас обвинять. Правда. Не хочу. Моя задача, она другая. Я хочу, чтобы вы лучше понимали бы себя. Лучше бы знали себя. Лучше бы отдавали себя отчет в том, что сейчас происходит с вами. Совершенно очевидно, что мужчине вам, ну, мягко говоря, не получится объяснить, что-то. Не получится объяснить. Потому что он сейчас обижен, он сейчас на эмоциях, и ему не до этого, скажем так. Ну, ему не до этого, не до того вот, что, ну, чтобы вас, к примеру, слушать. Вот. Поэтому тут нужно именно ориентироваться на себя. И на то, чего вы хотите. На то, что вам нужно. Вот. Такая вот история. То есть, понимаете, Милена, вы пишите о том, что у вас болит душа, но никак это не раскрывается. Вот для нас выходом из ситуации является раскрытием боли. Раскрытие того, что она, боль, пытается вам сказать таким образом. То есть, то есть, вот что таким образом ваша боль пытается вам продемонстрировать. Вот это, мне кажется, очень важный момент. Мне так, мне так видится. Вот. Вот. Такой ответ. То есть, как правило, в основе стоят желания. Как правило. Как правило, в основе лежат желания и потребности. Ваши желания и потребности. И в этом тоже, в этом тоже плохого ничего нет. Нет ничего плохого в том, что вам чего-то хочется. Нет ничего плохого в том, что вы чего-то желаете. Абсолютно. 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 Ничего плохого в этом нет. Но. Нужно, чтобы вы понимали. Нужно, чтобы вы понимали, чтобы отдавали себе все. В том, что вам нужно. В том, чего вы хотите. Вот. Это. Очень важные истории. Очень важный момент. Я надеюсь, что для вас все было полезно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Вот. Я вынуден констатировать, что вам нужна психотерапия. Потому что тот вопрос, который вы задаете сейчас, он никак практически не реализует. То есть, вот на практике его реализовать, к сожалению, нельзя. Никак. Вот. И. Соответственно, мы можем говорить о том, да. Что. Что нужно подниматься на уровень, на уровень выше. На несколько уровней выше. В исследовании вашей проблемы. Я вам желаю всего самого доброго. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Вот. Удачи. На Kollegin. Удивление